Губернатор Игорь Руденя провел в областной клинической больнице встречу с руководителями медицинских учреждений Верхней Волжья. Она прошла в рамках конференции для организаторов здравоохранения Тверской области. Все подробности у Натальи Чекет. В больницах, поликлиниках, диспансерах и других учреждениях здравоохранения региона сегодня работает более 4200 врачей и около 9600 представителей среднего звена. Начиная встречу, губернатор Игорь Руденя поблагодарил руководителей медучреждений и их коллектива за серьезную и системную работу, особенно в период пандемии коронавируса. Это действительно была очень серьезная школа, серьезный экзамен. И мы все ее достойно прошли. У нас практически не было серьезных таких локдаунов. Мы только несколько больниц закрывали на время на карантин, но сама больница как функциональная дница не закрывалась. Были созданы все условия главврачами, коллективами. Уже пять лет в регионе существует школа главных врачей, где руководители медицинских организаций перенимают лучший опыт коллег. Она действует на базе областной клинической больницы. Каждый месяц мы собираемся, обсуждаем практические аспекты нашей деятельности. Потому что профстандарт организаторов здравоохранения достаточно сложный. Много приходит молодых специалистов, которых в основном теоретически обучались в институте, либо занимались по своей профессии. Ну и таким образом мы готовим резерв главных врачей организаторов здравоохранения. Руководитель городской клинической больницы номер 6 Наталья Соколова отметила, что участие в школе – существенная поддержка в решении актуальных задач. Главврач также рассказала про знаковое для учреждения событие. В 2023 году сделан ремонт, который затронул сразу несколько подразделений больницы. А в этом году закуплено новое медицинское оборудование. Это единственный в Тверской области денситограф, который уже установлен в учреждении, уже начата работа по своевременному выявлению остеопороза и предотвращению тяжелых переломов у жителей Тверской области. Это два рентгена и в поликлинику, и в стационар. Это маммограф в поликлинику. Это оснащение современным оборудованием операционного блока. В прошлом году высокотехнологичная медицинская помощь стала доступнее для жителей Тверской области. В частности, на базе клиники Тверского государственного медицинского университета начали проводить радиочастотную абляцию – операции на сердце. До прошлого года данные операции на территории Тверской области не выполнялись. Высокотехнологичная кардиохирургическая операция с применением мини-инвазивных технологий, эндоваскулярный доступ, кортирование сердца, нахождение дополнительных пучков проведения и их непосредственно радиочастотная абляция. Мы стали выполнять радиочастотную абляцию при различных нарушениях ритма сердца. Несколько лет по национальному проекту здравоохранения в регионе ведется строительство и модернизация больницы поликлиник, обновление медицинского оборудования и транспорта, развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. То, что сделано, например, в нашем учреждении за последние три года, да, это федеральная программа по развитию микробиологической службы, она невероятно ценна и важна. Сегодня программа развития онкологии. У нас почти 80% выявления на ранних стадиях. Это нам дало возможность с реализацией программы по онкологии, потому что у нас стоит современное оборудование, потому что мы видим то, что с прежним оборудованием мы бы не увидели. И это дает возможность сохранить пациенту жизнь и, более того, сделать ее качественной. Корене Конюхова предложила создать совет главных врачей при губернаторе Тверской области, в состав которого войдет пул руководителей медицинских учреждений Верхней Воложья. Инициативу поддержал глава региона. Во время конференции Игорь Руденя назвал основные задачи в сфере здравоохранения. Первая — профилактика заболеваемости через проведение диспансеризации. Вторая задача — развитие специализированной и высокотехнологичной помощи. И третья — приоритетная задача — это обеспечение медицинских учреждений кадрами.